Космического времени суток, с вами Джейвери, я играю в геншин и продолжаю проходить задание по очищению священной сакуры. И в этот раз мне надо отправиться в лес Тинзю, я так понимаю. Я там что-то пробегала, что-то услыхала между делом, но я не уверена, что это было, может не примересилось. Поэтому сейчас вот я туда направлюсь, посмотрим, что к чему. Это место какое-то достаточно таинственное, в какой-то мере даже и криповое, потому что тут всегда, неважно, день или ночь, всегда как-то темно. Так, мы ищем некий источник странного голоса. Ммм, этот запах, листья сырая земля, для моего народа это запах чужака. Сюда, сюда, скорее. Что, кого, куда? Что тут произошло? Мне как бы не совсем понятно, идти искать источник странного голоса. Я тут сейчас буду плутать до завтра. Источник где-то здесь. Вопрос там где? Что я должна увидеть? Ну, вообще, я серьезно не понимаю, что мне тут надо делать. Но я знаю, куда мне, в принципе, по идее, надо идти. Эй, 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 вы слышите меня? Вы правильно идете, просто шагайте прямо. А, то есть я туда иду. Так, он сейчас превратится в факел. А у меня нету первого элемента с собой. В общем, сейчас я их обойду. Тут упоминался и Орой, это Тануки. Вы почти на месте. Величественную статую Тануки видите? Ах, давненько я не видел такого могущественного сородича Тануки. И это крат. Слишком быстро. А что они тут скопились? Это плохо. Постойте, этот запах. Что? Человек? Откуда ты здесь? Хиричу Глороденький, вручайте. Да что тут творится? Капель. Мы победили Хиричу. Пойдем посмотрим на большую статую Тануки. У меня сейчас только один вопрос на самом деле. Почему текст так быстро исчезает? И это, конечно, звучит потом. Но сейчас мне очень неудобно. Так. Собственно, о чем я пыталась сказать. И Орой, Тануки, который набедокурил в свое время. И, в общем, это типа его статуя. Как бы я знаю, что мне надо сюда. Но как-то это странно все сделано. Серьезно. Вот видите, написано Иорой. Ах, Иорой. Делай, что хочешь. Ого, эта статуя заговорила. И она так напуганная, что не в состоянии говорить связано. Леди статуя, я похож на статую. Потому что меня временно в ней заточили. Я самый известный в мире Бак и Тануки. Иорой. Иорой. В самой известной мире. Что? Хочешь сказать, что люди в наши дни ничего не знают про Иороя? Свиток королевской садовой лисы. Чайник Иороя. Как у Сигами Баяси. Битва лисы на горе Йога. Неужели вы никогда не слышали этих историй? Сколько я тут уже заточен. Опять какие-то странные вещи мы будем говорить. Ладно. Я не причиню тебе вреда, поэтому не переживай. Что? Вы пришли не для того, чтобы меня разрушить? Что же вы раньше не сказали? Говори. Зачем ты уставилась на меня, короля Бак и Тануки? Ну, у нас тут, короче, такое дело. Очищение священной сакуры и все такое. Какие еще священные куры? Это что вообще такое? Невероятно. У меня тоже вопросы, как бы, ко всему происходящему. Но священные куры. Серьезно. Неужели ты и впрямь старый друг к жрецу в маске? Как бы то ни было, мы ищем предмет, спрятанный внутри статуэтки Китсуны. Зачем вы его ищите? О, уже кое-что. Это все из-за этого гребня. Меня заточили здесь на... Тысячу лет? Не знаю, сколько это длится. Солнечный свет не проникатывалит в Тинзю. Никак не узнать, сколько прошло времени. А тогда я сеял повсюду хаос и разрушивая идея, чтобы выманить Токитсуны, когда все было допрасно. Я выместил свой гнев на статую Китсуны и нашел внутри гребень. И тогда у меня появилась идея. Гребень был скрыт в статую Китсуны, и на нем даже стояла клемма белого дракона в сочетании с белыми волосами. Это наводило нам мысль о том, что предмет не имеет огромную важность. Если мне нужно было выманить Токитсуны, достаточно было просто спрятать гребень. Да, сокровища отличный способ выманить кого-то. А потом... А потом пришел какой-то человек из бойцовской группы Йога. Он победил меня и мое племя и превратил нас в камни. Так вот, почему я, Рой, боится людей. Ха, люди очень мало живут и постоянно меняются. Я не понимаю, почему это Китсуны так их и любят. Особенно того парня, который меня заточил. Он попросил меня принять хорошую позу, чтобы на меня было приятно смотреть. А будь он проклят. Смотреть ты прям приятно. Вообще, кстати, вся эта история мне напомнила, знаете, Дискорда из My Little Pony, который тоже сел хаос, его потом в камень превратили. Правда, не так надолго. А еще мне это напоминает немного Тотара. Мой сосед Тотара, аниме такое. Вот, он там тоже что-то лежал, и у него там на пузик кто-то валялся. Вот примерно это мне напомнило эта статуя. Ну, в общем, да. А что? Да как ты? Эй, Мэй, не подночивай его, иначе мы никогда не добудем оберег. Я просто хочу сказать, что ты выглядишь очень сильным и энергичным. Точно! Благодаря тебе этот темный лес становится куда пестрее. Эм... и... Даже статуя Семиархонтов бледнее в сравнении с тобой. Ах, заточение не такая уж и плохая вещь. Люди не хотят причинить тебе зла. Ты вроде бы права, но это же не имеет смысла. А мы можем взглянуть на гребень? Ах, только если поиграете с детишками. Само собой, нет ничего проще. Мы умеем обращаться с детишками. Эм... да, точно. Я всё время играю с Паймон. Эй! Хе-хе-хе-хе. Сёсей, Гёбу Кобан и Китти Боси. Зайдите этих трёх маленьких Тануки и поиграйте с ними. Я бы и сам это сделал, но как вы видите, я не в том положении, чтобы свободно перемещаться. Тот парень был довольно небрежен, когда заточал их. Поэтому они смогли выбраться пораньше. Точнее не так, наша сила, сила Бакадануки, очень велика. И вполне естественно, что они смогли освободиться от человеческого заклятия. А как же ты? Так силён! Хотя сила с моей не сравнится, они всё равно могут прибегнуть к ней, чтобы спрятаться. А не приступайте. Так, господи. Не та кнопка. Ох, как же я хочу почесать себе пузико. Зачем вы вернулись? Идите и найдите Сёсей, Гёбу Кобана, Китти Боси и поиграйте с ними. А теперь ступайте. Давай мы тебе пузико почешем. Хотя не то, чтобы прям хочется. С другой стороны, он же типа Бакадануки. Они приступили милые. Так. И где же тут? Один из них. Где-то тут должен быть. Но где? Как же они меня бесят, а? В общем, я поняла, где тут Бакадануки спрятался. Сейчас от меня отстанут вот эти вот бешеные. Он аж сюда не полетит. Не полетит. Ну и всё. Он превратился в бочку. Потому что испугался. Да? Хе-хе. Ха. А? Здесь тоже тануки? Не важно, это тоже части задания Роя. Так. Одного нашли. Это хорошо. Так. Второй должен быть... Где-то... Здесь же, да? В этом кругу. Сейчас опять пойду туда, а они на меня опять нападут. Даже не знаю, даже не знаю. Я хочу драться с хеличурлами и прочими. Но вот нет у меня сегодня такого желания этим заниматься. Так. А ну мне нужно найти двух тануки. Вон один сидит. Возможно, это не тот. А кто его знает. Эй, приветики. О, ещё один тануки. Они любят играть в прятки. Я их только по звуку и вычисляю. Вообще их не замечаю. Куда ты делась? Так. Не, ну Риэл, а куда он делась? А-а-а, понятно. Всё-таки мне понадобится, короче, пира, элемент. Ну, давайте возьмём её имя. Так. Не так. Вот так. Ха-ха-ха. Так. Мы второго нашли, окей. А третий-то где? Только не говорите, что вот этот вот третий будет. А где там он был? Наконец-то последний. Игры с ними так утомительные. Ну, понятно, короче. Всё, больше не будет меня стрелять, эта сволочка. Так, ну куда ты там перемещаешься? Давай. Окей, я нашла всех троих. Так куда ты, блин? Пуляешь. Так, а теперь мне надо вернуться. Ну, здорово. Они уж мне сейчас не дадут спокойно-то жить. Куда, блин? У неё, конечно, самонаводящая сестрела, но как это дичь вообще. Я хотела решить всё мирно. Это вы не захотели. Но я не могу пойти против законов мира всего. Поэтому вот так вот получается. Где там этот юрой? Ну, чё мы... Вот. Они, кстати, пришли. Всё, Сэй. Гёбу Кобан. А третий вон сидит. Блин, я хочу сфоткаться с ними. Это так мило. Китибоси самый прикольный, я так скажу. Эти вот обычные, которых можно встретить. А вон тот вот необычный. Ладно. Отлично. Кажется, они очень довольные. Что? О, не проблема. Давайте я спрошу у них за вас. Гёбу Кобан спрашивает. Если вы люди, почему вы пахнете как тануки? А ведь верно. А ну-ка объяснитесь, почему вы пахнете как тануки? Что? И ты только сейчас спросил? Шрица в маске. Точно. Так всё и было. Шрица в маске щедро нас накормила и сказала, что использовала магию, которой тайно обучалась Бак и Данаке. Что? Да как она сумела тайно изучать нашу магию? Может быть, просто возможно. Вот пронырливая Китсуна. Если она всё ещё жива, могла бы зайти поздороваться. У нас жрица в маске. Сказала, что ты её старый друг. В маске? Не знаю никаких масок. И жрица тоже не знаю. Ну, я знаю одну Китсуна. Кстати, эта пронырливая Китсуна уже появлялась в обличии жрицы. Как она выглядит? Она носит белую лисью маску. Что-то ещё? Короткие чёрные волосы. И платье жрицы? Ммм, я и не знаю. Никогда таких не встречал. Ну, конечно. Да? Ну и ладно. Предоставьте-то мне. Сёсей сказал, играть с вами было весело. Спасибо. Паймон тоже была вне себя от радости. Да, кстати, по поводу гребня. Я самый знаменитый в мире Бак и Дану Киарой. Конечно же, я сдержу своё слово. Можете забрать гребень. Ну, зачем он вам? От него несёт лисой. Дело вот в чём. Вы рассказываете о Рою, ритуале, ощущения священной Сакуры. А вообще, только что произошло. Из-за него я провёл заточение... Сотню лет? О, хватит меня дразнить. Ладно, не обращайте внимания. Дело прошлое. А ещё у меня есть отличная идея по поводу барьера в лесу. Давным-давно, когда я сражался с коварной Китсуны, однажды я увидел кое-что на берегу моря к востоку отсюда. Похоже на элемент электро с воротами, правда? Когда тот парень сражался с демонами, я беспокоился, что некоторые из них могут вырваться и довредить нам. Поэтому я использовал магию, чтобы наложить печать на это место. Дай-ка подумать. Печать под скалой на востоке, вы говорите. Китти-боси, отведи их туда и сними печать. Спасибо, майор Рой. Ладно, хватит болтать. Идите быстрее. Если снова встретите ту коварную Китсуны, не забудьте передать от меня привет. Расскажите ей... Эээ... Ты-ка подумать. Слушай, гадина, я просто в бешенстве. Вернись и сразись со мной. Нам ещё предстоит свести счёты. И помоги мне снять печать, раз уж ты рядом. Всё верно. Я прошу не потому, что не в состоянии сделать это сам. А потому, что ты всё ещё даже на мне одну услугу. Передайте Китсуны, что я по ней скучаю. Хе-хе-хе-хе-хе. Эээ... Мне придётся запомнить довольно много. Хе-хе-хе. Забавно, забавно. Ну-ка, оберег... В общем... Короче, нам дали оберег, и это хорошо. С ними поговорить нельзя. Что, разве ты всё ещё не хочешь насладиться священными курами, или как там это у вас называется? Идите уже. Если встретите ту старую Китсуны, передайте от меня привет. Так. Будем сейчас снимать барьеры. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, тут, кстати, ещё грибочки есть. Хм... А-а-а-а-а, так вот всё-таки что это за стена. Я её находила когда-то, и всё никак не могла понять, зачем она нужна. Так, ну и чё? И всё? Просто куча камней. Да, кажется, он использует какую-то магию. Ого, камни пропали. Это поразительно. Он, главное, ничего не сделал, просто сидел. Так это и есть магия Бак и Дануки. Кажется, это довольно забавно. Спасибо, Китти Боси. Давай в следующий раз играем в прятки. Ха! Хе-хе-хе-хе-хе. Так. Ну, здорово, здорово. Ну, пора развить барьер. Ты готова, Мэй? Ну, наверное. Берег в форме прекрасного гребня. Угу, угу, угу. О, как странно. Вы издеваетесь? Это как-то очень удобно расположено. Это прикол? Я как-как должна пространство, что ли, ориентироваться? Или чего? Ммм. Мне тут вообще ни о чем не говорит. Так. Умм... 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 Нет, не так. Откуда считать-то мне? Так. Ну, туда, значит, я должен пойти. А, там еще один какой-то где-то, да? Так. Так. Это сложно. Так. Идет вот, короче, вправо как-то, да? Мне кажется, что вправо. А, там он идет вот сюда. А? А где еще-то один? Я не вижу. Он должен быть, но я не понимаю. Может, внизу? Было бы логично, конечно. Если бы он был внизу. Я не вижу. А! Ммм... А сколько тут выставить-то, я не понимаю? Ммм... Так, если сюда, потом туда... А может... Нет, не знаю, на самом деле. Ладно, попробуем так. Должен быть, по идее, последним. Я не знаю, получится или нет. Вот, злой дух Атимуся, о котором говорила жреца Мамке. Бей его, Мэй, бей. Концент. Вот и все. Чем бы то ни было, иллюзии и ороили вашим личным способом побеждать демонов, но выполнено красиво Я тоже хотела так сказать, но я уже привыкла к таким зрелищам Это уже давно такое клише госпожи жирица в маске Прости, что разочаровала тебя В следующий раз приложу больше усилий Не стоит тратить время на такие глупости Кстати, как и Орой, у него все хорошо Ну да, очень хорошо, он обратился в камень Но у него по-прежнему все хорошо Вы рассказываете, что случилось в лесу Тинзио Вот оно как Обычно, когда Бак и Дануки начинают безобразничать, мы смотрим на это сквозь пальцы и не пытаемся их отихомирить Если они не переходят в некоторую черту Они, конечно, озорные, но добрые, как дети Но когда он украл оберег для очистительного ритуала Что ж, такой поступок заслужило наказание Вы говорили про человека из группы Йогу Наверное, это был Камуна А Мюдзи из прошлого, который и взял на себя всю работу Он, кстати, упоминал коварную Кицуны Уважаемая госпожа шрица в маске Это ты-то знакомая, Кицуны и Ароя Вот это комплимент Вообще-то он говорил про наследницу рода Белого Дракона Также известную как Кицуны Сайгу В прошлом ей много, где поклонялись как богиня Кицуны Небесная Кицуна и земная Кицуна Когда-то были ее посланницами Когда она покинула наш мир Они обе превратились в каменные статуи Но сохранили свою силу Теперь они ждут ее возвращения Чтобы вновь резвиться вместе на равнине Бяко Сегодня в роду Кицуны на острове Наруками Осталось десять раз меньше оборотней и духов Чем было во времена ее ухода Ярой сказал, что это еще не конец А вот и все о том, что произошло Вы знаете, что полное имя Ярой Ярой – тайный защитник рощи Пусть Ярой грубый и проказливый Но он также добрый и верный Поэтому давным-давно Кицуны Сайгу Хотела направить его на верный путь Чтобы добиться того, чтобы он следовал приказам Электроархонта Кицуны Сайгу обхитрила их двоих Пытаясь помочь Ярой стать защитником рощи И отвечать за безопасность леса Тинзю Поэтому, когда мир покрылся непроглядной тьмой Кицуны Сайгу беспокоилась за него Ведь он мог погибнуть, защищая лес от зла Чтобы испытать его, она предложила сыграть в прятки Ведь Бак и Дануки отлично умеют прятаться Ммм, глупая леса, я не проиграю тебе в прятки Неужели? Ну тогда иди прячься Лес Тинзю – это моя территория Здесь ты меня никогда не найдешь Я не верю тебе А теперь убедись, что хорошенько спрятался Не дай себя найти Ярой, что бы ни случилось Это все мои магические фокусы Не дай себя обмануть и не показывайся Говорила она Конечно, хитрая лисица На этот раз я точно тебя одолею Говорила Ярой Так и началось это бесконечное состязание Значит, Ярой все еще ждет Когда она вернется и найдет его? Судя по тому, что ты рассказала про Ярой Так и есть Через некоторое время Ярой почувствовал Что что-то не так И начал сеять вокруг себя хаос Чтобы выманить Китсуны Сайгу Он даже похитил оберег Он не понимал, что оберег нужен для очищения священной сакуры Он решил, что это обычный гребень Который по какой-то причине Очень дорог Китсуны Сайгу А потом из-за такой проступок он был обращен в камень А что же случилось с Китсуны Сайгу? Ее поглотила тьма А потом, когда тьму удалось победить Она вместе с почвой вернулась на великий остров на руками А кто же тогда ты? Я Как видите, я Хана Тирусату Обычная жрица Которая с помощью вашей силы хочет победить зло Вопрос был не в этом Госпожа жрица Хана Тирусата Мне сразу показалось очень странным Что ты знаешь только вещей О которых другим не вдомек Я про все эти истории из прошлого Ты умеешь даже пользоваться магией Бакетануки И готовить волшебные блюда Тануки А ты ничего не знаешь о настоящем Это как-то странно Ты как будто бы попала сюда из эпохи Которая закончилась несколько столетий назад А еще мы видели девушку, похожую на тебя И носившую такое же имя В наших воспоминаниях Не в наших воспоминаниях А в общем В воспоминаниях Вот этого вот Светилища Грубо говоря Это значит, что Ты непростая жрица Ты, наверное, как и Орой Бакетануки Которого заточили Несколько веков назад Че? Нет, дело не в этом Я Я унаследовала ее воспоминания Что же касается остального То прошу меня простить Пока я не могу ничего раскрыть Тогда в пещере я дала обещание Когда придет время, я все расскажу Что будем делать, Мэй? Ну, а что мы можем делать? Раз уж мы начали очищать Сакуру, так надо закончить Поэтому, ладно Расскажет, так расскажет Нет, так нет Хорошо Если ты так считаешь Пайман тоже поверит Госпоже жрице в маске А, че? Мне надо было другой выбор сделать Ну, господи Опять Благодарю за понимание А теперь, если позволите Нам пора Ну, пока Прощай И пусть твое сердце плывет Среди белых облаков Я буду молиться за тебя В деревне Кондо Рядом с корнями громовой сакуры Которые ты уже успешно очистила Когда будут очищены все корни дерева В пяти точках острова Найди меня Я буду ждать там Да История понятнее не становится Абсолютно Как было странно Так и осталось Но ничего не поделаешь Так, мне осталось, по-моему Еще два места Которые надо очистить Но займусь я этим уже в следующий раз Пока что на этом все Большое спасибо за просмотр Удачи вам в жизни И до свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok